Для того, чтобы раскрыть самые интересные моменты многожанрового фестиваля «Миллениум образца-2020», организаторы собрали журналистов в стенах городского исполнительного комитета. Самая важная информация – стартовал прием заявок на участие в форуме искусства. Все, что нужно для того, чтобы выступить на одной из самых главных площадок – сцене Дворца культуры профсоюзов – это подать заявку на сайте «Миллениума», а в дни проведения фестиваля – с 12 по 15 марта пройти отбор и стать финалистом. Мы решили не отходить от практики прошлого года. Также представляем пять номинаций – вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное творчество в форме выставки. Планируем, конечно, много нового вводить, совершенствовать мероприятия, расширять масштабы, расширять границы присутствующих. Естественно, мы ждем больше хороших танцоров, больше хороших вокалистов, людей, которые исполняют музыкальные произведения на инструментах. Но мы надеемся, что фестиваль «Миллениума» в 2020 году подарит нам огромнейшее количество творческих детей, молодежи и взрослых, которые смогут показывать свой талант не только на территории Бреста, Брещины, нашей республики, но и тех людей, которые будут представлять нашу страну за рубежом. Желающие из всех областей Республики Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья подают заявки на участие в конкурсе на общих основаниях. Единственное возрастное ограничение – конкурсанту должно быть больше трех лет. Как и в прошлом году, организаторы предусмотрели огромное количество номинаций и заготовили памятные подарки. Опыт показал, сражаться было за что и с кем. Много было людей, которых мы в принципе не могли видеть, мы учились, мы работаем где-то вместе, но настолько много было собрано коллективов, что для меня это было неожиданно. Потому что было, причем коллективы были собраны именно профессионалы. То есть это не были как-то просто какие-то кружки, а это были профессиональные коллективы, это были студенческие училища, Витебск был, Гродно я знаю, был Пинск, хореографические тоже училища. Было много профессиональных коллективов, интересно было с ними общаться, посмотреть, многому поучиться. Такие фестивали, как «Миллениум» – это хорошая возможность дать еще больший импульс развитию нашего пограничного города. Ожидается участие гостей из Украины, Молдовы, России. Уже более 20 стран получили приглашение. Организаторы рассказали еще об одном сюрпризе – запланированном выступлении вокальной студии Надежды Бабкиной. Остальные интересные фишки пока не разглашаются. Однако ясно одно – будет интересно. Мы хотим видеть талантливых брещан. Второе – конечно увидеть, как выступают из других стран. Это всегда очень важно. Важно не только мне, наверное, всем, потому что нужно видеть искусство других стран, не вариться в собственном соку. Третье – конечно, это привлекательность. Привлекательность как туристическая, так и культурная. Мы хотим, чтобы наш город знали как можно больше людей, чтобы к нам приезжали. А когда они приезжают, они интересуются ведь не только фестивалем, а и в целом нашим городом. Я надеюсь, что все у нас удастся. И, наверное, по окончанию нашего фестиваля, это будет в марте, мы обязательно еще раз соберемся и подведем итоги. Прием заявок завершится 28 февраля, так что тем, кто хотел бы заявить о себе как о творческой личности, стоит поторопиться.